рассказав о нисхождении супер ментального шли арабинда сказал что надо подготовить посредника между нашим ментальным состоянием и супер ментальным миром ибо если мы войдем прямо в супер ментальный мир изменение будет настолько резким что физическое существо в силу самого своего устройства не вынесет его нужен посредник мои опыты говорят мать только подтвердили это но что такое посредник между старым ментальным сознанием и старым ментальным человеком и новым так сказать миром который действительно грядет когда только богу известно здесь на земле это вот та новая вибрационная структура с новым супер ментальным сознанием который берет управление всей нашей земной жизнью здесь физическом теле свои руки вообще феноменальная вещь насколько мудро господь или как хотите всевышний или всевышние сознание кому как угодно да вот этот процесс перехода от кризисного ментального состояния в котором сегодняшнее человечество живет смотрите в каком нереальном мире сегодня живут люди нереальном мире смотрите какой-то корона вирус вызвал потрясение сумасшедшие вообще на всей планете сколько придумал страшилок и прочей дряни начинает сыпаться средств массовой информации в эфир на планете вот по кругу все хоть заметили это еще не последнее явление еще что не появится потому что концентрация деструктивных сил на астральном плане она обязана как-то материализоваться на физическом плане обязательно все с тонкого плана переходит понятно наверно мы же замусорили астральный план враждебные силы тут как тут вот та высокая концентрация деструктивных формации она обязана как-то кристаллизоваться вот форме вирусов это кристаллы по сути-то это не клетка это то что концентрируется на материальной материальном мире с тонкого плана вот и все и любая эпидемия она проходит она не может захватить всю планету есть вспышка она потом просто уходит вот как пар выпускается какой-то понимается астрального плана потом это уходит но паника просто сумасшедший ой в италии или где-то в два раза увеличилось число зараженных 6 2 до 4 ну примерно там где-то было 13 или 12 но в разово самое слово два раза это уже все смертность увеличиваешь два раза с трех человек до 6 то допустим вы понимаете да насколько человечество за шуга на зашорина живет вообще нереальном мире мире мыслей мире придумал как сейчас дать мире фейков слово отвратительное но наверно имеет право на существование как всякая дрянь сегодня вот этот мир сегодня ненормальный сумасшедший со старым ментальным сознанием как его можно изменить старые методы если все живут в иллюзиях каждый в своей иллюзии то есть мы реально с этим миром с окружающим который вполне нормален если это самое не погружаться в ментальности в страшилке он такой был он такой и остался никаких изменений в нем нет есть изменения деструктивные в нашем сознании ведь что сегодня самое страшное экологические вещи страшно или нет экология там чет потепление глобальная не страшно войны не страшно то есть вы не боитесь еще там что-то много всяких таскать научных придумок самое страшное это антропологическая катастрофа катастрофа в головах людей вот это страшная катастрофа причем она необратима у подавляющего большинства людей все люди движутся 100 на демонического полюса это необратимый процесс и слава богу что вы вот есть какие-то люди которые из старого что они еще не ушли к новому естественно не пришли но уже задумывается над тем правильно ли мы живем и все ли на самом деле так как нам это приносит понимаете то есть люди непрекаянные готовы ну какой-то выход или путь найти и только правильное духовное просвещение то есть понимание что сегодня эволюционный процесс или процесс духовной эволюции он ну на пике находится если ты сейчас не выбрал нужное направление то это неизбежно будешь двинц будешь двигаться в сторону демонизации сознания все погиб особенно это молодежи касается совершенно зомбированная молодежь усреднение сознания отупения полная механистичность поведения никакой живой жизни нет люди шевелятся но живой жизни нет шевеление есть заметили так что посредник между старым сознанием и новым супраментальным миром есть это новая вибрационная структура новое сознание которое нарабатывается через посредство эволюционной энергии или божественной силы которые мы открываемся пребывая в старом сознании в силу молчанию ума и эмоционального покоя мы даем этой силе возможность возможность вершить духовной эволюции мы есть не мешаем и вот тогда процесс задуманные свыше он протекает но безболезненно без каких-либо потрясений вы сами проводите над собой опыт сознательной духовной эволюции наблюдая за изменением своего сознания за изменением восприятия мир за изменением вашего отношения к миру соответственно реакциям на то что из этого мира приходят ответными реакции понимаете это замечательная вещь вы берете свою судьбу в руки свои руки никому не доверяетесь вот той самой силе только отдаетесь полной уверенностью который действительно вершит эволюцию который создает мир и разрушает мир и а человек только разрушает самого себя и все окружающих там где появляется человек не жди ничего хорошего то есть человек ментальном состоянии это варвар каким он был там тысячелетия назад он до сих пор варвар только варвар уже с атомной бомбой с каким-то супер вооружением вот какой сегодня человек и не ждите знаете становление что вот люди будут становиться честнее добрее там любви обильнее что ли по отношению друг другу не тешьте себя глупыми надеждами никакого в целом становления в человечестве быть не может только индивидуальная реализация вот ты берешь ответственность сам за свою судьбу это замечательно нравится вам и не нравится только так вы можете себя спасти если у вас есть какие-то сказать на этот счет мысли о собственном спасении это новая структура вибрационная которая нарабатывается через посредство божественной силы она совершенно по-новому взаимодействовать с окружающим миром это уже не задержка во времени это уже не размышление это уже не логика поведения это спонтанность то есть вы ведете себя и воспринимая окружающий мир окружаю ситуацию спонтанно ведете себя согласно той ситуации в которой вы оказались и так из мгновения мгновения абсолютно правильно это искать решение принимаются вне всякой логики вне ума умолчит то есть это новое сознание работает в принципиальной новом режиме мы показали это на поведение пилотов экстимальных ситуациях когда включается в ряде случаев очень редких случаях этот механизм упреждения неприятностей упреждения неприятностей мы всем живем обычно исправляя неприятности да опять-таки исправляя тем же самым неугодным инструментом умом навязываю все больше и больше всяких кармических узлов и новых неприятностей заметили наверно хорошо жить не имея неприятностей хотели бы вы тогда или правильно поступать каждой текущей ситуации в каждой текущей нет хотели бы да но есть такая возможность новое знание работает именно в этом режиме она так функционирует она по-другому не может это вот тот самый посредник который действительно в нас в старом физическом теле на тонком вибрационном уровне рождается и до тех пор пока мы пребываем здесь физическом теле управляет нашей жизнью дает нам возможность почувствовать что есть принципиально новая принципиально иная жизнь чем-то который мы до сих пор жили со страхами сомнениями страданиями с в общем-то с боязнью завтрашнего дня ибо наше будущее вот в ментальном сознании она проецирует столько из нашего прошлого а в прошлом но как оказывать ничего хорошего не было да ну в прошлом то или было но в детстве может и было я говорю о сегодняшнем взрослом состоянии и вы соответственно будущее таким же образом проецируете да из прошлого что будет еще хуже с экранов телевизоров нам все время долбят вот это так это взорвалось это изнасиловали это там таскать убили эти украли этих судят фильмы все фильмы сегодня все фильмы убийства эти самые изнасилования обман воровство и что еще выбрать не в погонах то есть мир ужасен он со всех сторон в общем-то на ментальном сознании нашим он со всех сторон со всех сторон подогревается насколько можно надо выйти из этого порочного круга хватит уже нам это же процесс нельзя остановить то что сегодня вот уже запущены деструктивные процессы в этом демоническом мире как бы мы не говорили о традициях о том что замечает на была война вот мы традиционно так сказать это понимаем с болью в сердце это воспринимаем вообще это опять идет новый виток стереотипе поведения вот смотришь действительно молодые ребята занимаются там поиском поиском могилы ищут там и захоронения да но когда они об этом говорят то не видно чтобы у них слеза была понимаете это механистичность процесса то есть опять таки традиции это механистический процесс это хорошо замечательно ради бога в целом но слеза то должна быть или нет а душа должна чувствовать психогенетика должна пробудиться они просто какой-то тамской действо знаете вот акция просто это видно я не говорю что это не надо надо пусть все это будет но мы-то должны видеть вот когда я читаю вот письма читаю или воспоминаний военные вот нашей аудитории у людей ко мне подходит александр васильевич у меня слезы я понимаю будет я чувствую как будто я там был слава богу но этих поисковиков нет слез есть работа какая-то у них механическая работа нужная ну допустим нужно и пусть нужно и но вы знаете результат какой должен быть раса души должна появиться потому что душа должна пробудиться слеза должна появиться чтобы это тронуло разница между нашим теперешним состоянием и тем новым настолько велика что потребуется адаптация у нас сказать что пребывание здесь на земле в новом вибрационном теле помещенном пока в коконе физического тела есть процесс адаптации к вибрациям нового супраментального мира то есть вы живете в новом сознании пребывая в старом физическом деле как инструменте это в нового сознания адаптируетесь окружающему миру если вас действительно поместить сразу в новые условия без адаптации к окружающему миру то есть сразу то сказать это сила обрушится и на физическое тело и на то что вызывает является собой процесс восприятия только лишь можно сойти с ума но сам по себе путь сознательной духовной эволюции правильной его реализации очень безболезненно позволяет нам адаптироваться к новому сознанию к новому миру безболезненно без каких-либо болезненных физических изменений без каких-либо но психологических стрессов и конфликтов и выдаешься как все тонко господом продумано в плане таскать духовной эволюции последовательный процесс превращения животного человека супраментального человека человек который обладает принципиально новым сознанием когда я хочу действительно получить впечатление от книги то открывая ее на любом месте читаю первую страницу последнюю возвращаюсь к началу от неважно я просто хочу знать если в книге сила но новое сознание новое супраментальное сознание чувствует любую книгу любую книгу на уровне вибрации там даже слова не нужны ну там одно предложение другое два-три предложения уже понятно какие вибрации из какого места исходящие вложены автором в эту книгу у меня понимаете да одно предложение бывает достаточно бывает достаточно даже фамилию автора увидеть они себе придумывают фамилии до от своей отказываются вот и придумают какие-то пышные красивые фамилии каким светлый там или заоблачные знаете есть такие да авто как только увидите книгу с придуманной фамилию в помойку ее или руками не касается ожог будет так вот выбирая название для своей первой книге для книги свобода о смерти это был в девяносто пятом году книга была написана но описано она была как говорят в стол без надежды там на публикации я не пытался этим даже заниматься но книгу я должен был написать я от нее освободился потому что чего я пишу книги я себя как-то задал вопрос потом понял для того чтобы от нее освободиться она где-то там созрела ну беременность все мне нужно ее родить и все и забыть вот для этого только я пишу потому что она давит когда она созрела как нехорошо надо от нее освободиться все и больше ни для чего ни для кого ни для чего вот чтобы освободиться вот единственный вариант приемлемые мне пришел в голову спонтанно только для того чтобы освободиться не для того чтобы она кому то помогла там до кого-то спасла меня это не волнует а вот освободиться там еще что она пойдет куда-то освобожден это ее дело дело книги не моё и вот выбирая название для своей первой книге она называлась как у меня не помните а свобода сметы все помнишь видишь не все забыли а ты помнишь правильно свобода от смерти так вот я написал первоначально 48 вариантов названия писал писал как ее назвать как ее назвать потом остановился на 5 5 оставила потом одно на мой взгляд насыщенной трансформирующей силой свобода от смерти то есть освободиться от смерти с большой буквы хватит пора перестать умирать а то мы все время живем в покойницком настроении либо бегаем а из этого настроения в какие свои там эти самые заморочки чтобы не помнить об этом так или не так либо носимся с этой смертью ужасаемся либо бежим от нее она просто поглядеть глаза тому что есть на самом деле ну сколько можно умирать и человек не придуман как венец наверно все-таки творение на сегодня да ну как он себя обозвал он не для такого плачевного жалкого существования все-таки свыше придуман мы сейчас находимся в кризисе мы находимся в амбассионном кризисе в переходном состоянии мы должны его превзойти превзойти сознательно как это сделать вот пытаемся об этом говорить пытаемся это делать есть результаты есть плоды я думаю мы на правильном пути любую книгу действительно можно открыть на любом месте достаточно одного абзаца или даже одного предложения чтобы иметь о ней правильное представление все книгам которых нет трансформирующей силы обращаться просто бесполезно а книга в которых перемешана ложь с вкраплениями истины либо вроде много истиной но есть вкрапление лжи это крайне вредная опасная вещь люди с незрелым сознанием могут там запутаться и вообще в татаро это самое провалиться понимаете поэтому мы рекомендуем только источники родниковой частоты там где нет вкрапления лжи для чтения для переписывания ну для начала понятно наверно потом когда откроется духовный ок когда откроется тот самый центр который будет различать что есть истина что есть ложь то можно читать любые книги но будете ли вы читать вряд ли будете читать понятно особенность ощущается попытки автора прикрыть вуалью духовности откровенно демонические сентенции на эти вот оккультные вещи и демонические вещи сексуальной ориентации вот там под духу под эгидой духовности пытаются это преподнести это очень опасная вещь опасные книги а потому для начинающих еще раз хочу подчеркнуть рекомендуется только родниковой источники истины так что будьте внимательны и разборчивы при выборе литературы не все что удовлетворяет ваше витальное элементальное эго полезно для роста божественной души не все что удовлетворяет ваше витальное эго и ментальное г полезно для роста божественной души понятно и когда мне приносит какую-либо книгу и спрашивают но знакомы ли я с ней то я мгновенно ну и и тестируется книга мгновенно я отвечаю к счастью незнакомы сразу недоумение альсан вашич там же вот как у вас там такие же вот слова я бы ну не может быть как у нас но не может покажите где как у нас если в книге речь не идет о трансформирующей силе который выполняет всю революционную работу то эту книгу можете смело нести на помойку понятно там где есть метод есть учителя есть тягомотиной практике и нет речи о той силе который вас трансформирует и приводит к финальному результату все эта книга ну ложь эта книга демоническими вибрациями обязательно вас поведут не туда вас посадят на метод посадят на фамилию на имя на каком-нибудь учителя вы поняли или нет шли воробинда не способны к прогрессу так и останутся в грязи созданной ими же самими не способны к прогрессу так и останется а так и останутся в грязи созданы ими же самими можно быть неспособным духовному прогрессу по причине незрелости души можно душа незрелая но молодая в том смысле что не обрела достаточно эволюционные опыта еще дышать не готова к финальной реализации а можно попросту просто игнорировать духовный прогресс в силу эгоистичность сознания с хотя мне наплевать мне вполне таскать устраивает то чем я являюсь то есть два варианта либо душа незрелая либо гипертрофированная га но в любом случае если человек отказывается неважно по какой причине стать на путь сознательной духовной эволюции он живет в том грязном мире который создал он сам том ментальном мире со всеми его прелестями со всеми его гадостями со всеми и от дрянью понимаете и поэтому пенять на кого что вам там плохо вам нехорошо эту грязь вы сами создаете своим эгоистичным сознанием своей жизни вот в поле эгоизма все ваша же грязь наша же грязь общественное ваше индивидуальное и винить кого-либо по поводу этого грязного мира абсолютно бессмысленно умножающиеся грязь и удашающие несовершенства сегодняшнего мира окружающего для духовно одаренного человека должны стать стимулом для начала сознательной духовной реализации вот поглядели вокруг это должно послужить вам символом если вы понимаете что в грязь творится кругом повсеместно все выбор должен однозначно сделал если вы сейчас не сделаете этого выбора а будете еще даскать пытаться как-то либо приспособиться к этому миру либо каким-то образом там поискать то что тешит ваше эго то что полегче то что вам таскать хотелось бы в силу эгоистичность сознание иметь идти каким-то путем вы обязательно будете притянуты к полюсу деструктивному полюсу неведения к поису уже сейчас невозможно оставаться в нейтральном состоянии либо вы идете в правильном направлении в либо обязательно движетесь противоположно это сегодня закон такой идет мощнейшие поляризация сознания и сегодня прогресс очевиден лишь в том что способные к духовной реализации люди которые отвергают они становятся ну очевидны вот они свой чужой понимаете вот в этом прогресс сегодня настало время сбора плодов зерна и плевела сегодня являют собой но во всей красе до плевела особенно заметили все уже не ошибешься смотрите что творится вокруг ждать еще чего-то бессмысленно кто-то войдет вас спасать кому-то вы еще нужны кроме господа бога наверное да вряд ли все это слова звонкие слова громкие призывы но вы все из ментального мира вопли ментального мира и более ничто сила сжата когда я заглядываю вперед у меня появляется любопытное ощущение тела и атмосферы они плотнее компактнее физического это новое творение мы думаем что это будет эфирным но это неверно с научной точки зрения рост плотности кажется ересью мне кажется что несмотря на компактность тяжести не будет с научной точки зрения и это бессмыслится но я чувствую именно компактную атмосферу вот здесь она очень точно передает я удивляюсь как она могла ментальным языком это очень сложно ментальным языком выразить вот ощущение пребывание в новом сознании в новом состоянии в новой вибрационной структуре она делает это очень точно так вот вибрационное тело это никакой не астральная не эфирная не тонкая физическая которым обычно талдычит эзотерики от совсем не то совсем не то это тело высочайшей вибрационной плотности то есть это тело абсолютно плотно я по энергетической плотность на абсолютно легкая вот супраментальном мире там нет противоречий у нас же или черное или белое вот высочайшая плотность и абсолютная легкость это вот знак физического ощущения пребывания в новом сознании в новом вибрационном теле почему философы но выдающиеся философа доходили умом вот до такой степени . ну изощренности пытаясь но как бы определить черное это или белое абсолютно не могли перейти вот эту грань где черного и белого не существует абсолютно новое сознание вне поля ума она не имеет противоречий только в нашем ментальном сознании мы встречаем противоречия и все выдающиеся философы топтались у этой стены но не могли перейти туда где в молчании ума тебе открывается истина потому что они пытались работой мыслью работой ума постичь нечто что находится за пределами этой структуры вот и все этом сегодня философ и вообще ни к чему философ но блестящий философ вот я сейчас работаю с трудами молодашвили грузинский философ он советский философ замечательно диагноз ставит но блестяще ставит диагноз фантастически раскрывает вот современное состояние мира иллюзионное состояние мира но дальше то что что мне бедному больному делать а что констатировать только факты выход нет они его не видят а выход есть выход то есть он предусмотрен и действительно эта энергия высочайшей плотности мы ее ощущаем когда начинает продавливаться в макушку головы первые и пационные капли потом она действительно берет образы правления или божды правления на эволюционным процессом свои руки вы действительно ощущаете изначальную плотность но потом когда обретаете энергетическую прозрачность или пористость энергетической то вы становится абсолютно легким то есть из этого плотного компактного внутреннего состояния вдруг становится невесомым абсолютно то есть это компактность как-то рассеивается вовне беспредельность хотя вначале формируется плотно и компактно в вас все феноменальные вещи об этом вам никто нигде не скажет слушайте пока есть шриуробинда мать сад прем и кришна мод но я пытаюсь в общем на основании своего опыта тоже об этом говорить понимаете действительно феноменальные вещи удивительные вещи это выход этот единственный выход ради которого в общем-то стоило родиться в это самое беспокойное ну действительно казалось бы тревожное время чтобы победу одержать наконец сегодня без она землю сходят сами сегодня надо никуда тянуться к верху мы в любой точке пространства можем открыть ту самую силу который будет нас менять трансформировать и откроет нашу истинную сущность то есть пробудит то что в нас заложено изначально семя господа в каждом из нас имеет место быть за определенной границы нет ни восхождение сознания не нисхождений ощущение подъема сохраняется лишь на пути от земного сознания к высшему разуму как только ты достигаешь его слова подъем становится бессмысленным дальнейшее осуществляется за счет внутренней трансформации ну действительно на первых порах когда вы только становитесь на путь сознательной духовной эволюции ваше сознание движется как по синусоиде вот сознание поднимается вы ощущаете на какую-то возвышенность ощущаете легкость потом вдруг внезапно вы погружаетесь какие-то мрачные регионы сознания вам это естественно не нравится но это алгоритм работы божественной силы насколько ты поднялся настолько силу должна опуститься подсознание для того чтобы туда свет привнести для того чтобы вычистить наш подсознательную помойку потом еще поднялись повыше опять эйфории опять вы счастлив опять замечательно потом пустились еще глубже уже более таскать ну глубинные структуры помойные затрагивается вам это естественно не нравится так что надо убрать это нравится не нравится вы обязаны пройти вот этот путь по синусоиде вверх вниз вверх вниз далеко вверх глубоко вниз потом до предела вверх и потом внизу вдруг внезапно поднимаются те же самые вибрации благодати те же самые вибрации новой жизни которые вы наверху ощущали они внизу находятся на самом дне нашей телесной материальности но этот путь над пройти с пониманием так что радуйтесь когда вам простите хреново после подъема значит работа идет правильно а потом уже финально когда вы ну отработали вот эти горки американские да то тогда уже структуры выполаживается вернее сам процесс себе выполаживается новая структура уже она не туда не сюда она в неком взвешенным срединном состоянии в поле вибрации благодать щетку и белга благодать это вибрации радости жизни просто вот радость жизни из ничего нет ничего что вас радовало брать так вот как ментально или витально да а просто радость своему самого существования в новом качестве все это уже стабильные стоя нет ни подъемов не спуск но подъема спуске над пройти подъема нравится спуске нет я теперь понимаю монахов вот тех самых и искренних искателей истины которые шли по монашеском пути подъем им нравились а когда вниз пошла синусоид они господи помилуй господи спаси враждебные силы тут как тут и демоны бог знает что то есть они срезали нижнюю часть синусоиды поняли хитрость не проходили с пониманием потому что только так можно вычистить наше помойное подсознание только так а пока она существует а если вы таскать с ним хорошо сожительствует никакой духовной реализации быть не может ясно вы должны пройти вот эти вот спуски вы должны пройти состояние ну я бы сказал депрессивные относительно если вы понимаете что так должно быть это не депрессия это должно вызывать вас понимание во всяком случае ну если возможно радость все правильно ясно или не очень вот хотел чтобы вы это именно поняли что не надо бегать от этих состояний не надо считать их искать и результатом вашей неправильной работы можно полгода сидеть в этом состоянии если вы будете думать что это не так вы туда спустились и не даете этой силе работы начинаете блокировать ее вы начинаете сомневаться правильно ли вы делаете пошло поехало ясно вот там и будете торчать тогда и многие там застревают потом подходит ко мне говорит альца наносишь я что-то топчусь на месте и начинают объяснять с какого момента не начали топтаться а вот у меня было все хорошо вот все все было правильно а потом вдруг неправильно я все время говорю что все правильно и это правильно это правильно вам хочется правильно когда вам нравится тогда это правильно понятно вот надо пройти через то что не нравится еще и тогда будет победа как надо как-то это нейтрализовать наверно да вам хотелось все время чтобы было нравилось вот нравилось и все оттуда вот ходите есть веселые практики там будет все хорошо коврик вам постелью там ничего не будет представлять куда вылетать будет там будет все хорошо то все время над ковриком ходить будет лег и опять все хорошо ясно или не очень я немножко иронизирую но есть веселые практики пожалуйста адаптирует вас к этой безумной жизни будете счастливы в ней но душа которая созрела и готова к духовной революции она никогда этого не приемлет наверно либо делом займется либо подведет итог жизни печально это в жизни так бывает люди жизнью расстается не находя таскать выхода понимаете есть такие примеры сожалению в одном можешь быть уверен за пределами земной атмосферы и высшего разума ощущение верха и низа пропадает вместо движения нисхождение или восхождение происходит внутренние процессы внутренние изменения так вот когда физическом теле вот вашем физическом теле через посредство супер ментальной силы окончательно соединяются вверх и низ все это условно когда мы говорим вверх да это вроде там хорошо они зато полов так вот сам внизу этого не за те же вибрации которые наверху и вокруг вот для того чтобы дойти до этого не за надо дать возможность этой силе пройти . вот по этой синусоиде чтобы она в конечном счете пробудила те же самые вибрации высшего порядка который находится на дне материальной структур на самом дне вот тогда будет не будет ни вверх они не за тогда будет короткое замыкание вот в поле таскать нового сознания короткое замыкание который полностью благодатью вот такой тихой радостью просто жизни без вверх и без низа а то мы привыкли вверх хорошо низ плохо есть такой . но поверье вот надо пройти и вверх пройти и низ пройти и потом вверх они соединяются все нет ни вверх они низ новое состояние она вот такое и никакого метода для этого не требуется вот чтобы объединить вверх и низ процесс протекает абсолютно спонтанно без вашего участия вы открываетесь божественной силе или эволюционной энергии как хотите даете возможность выполнять эту работу метода нет вы не мешаете этой силе работать не вмешивайтесь умом не анализируйте что с вами происходит поток идет он работает вы живете обычной социальной жизнью глупости не делаете эмоциональную ровность соблюдаете да есть такой ум по возможности молчит поток идет он выполняет эту работу все почаще вспоминайте господа что он есть вообще-то утром вспоминайте днем свободное время вспоминайте что он просто есть у вас божественное присутствие веса вас обязана быть вспоминайте об этом а то вы только на кончик носа и ждете механической реакции этой силы вы о нем вспоминайте а бывает трудно его попросите попросите в духовном плане вам помочь нематериально в духовном плане он поможет всегда если есть какие трудности дух укрепить ну так бывает понимаете выходите с ним на свободный диалог вы же его на ты называете вы на вы бога не называете нет глубоко уважаемой там еще как вот попроще напрямую ясно учитесь этому это обязательно нужно если войдем не будет вспоминать а только механику вас будет будет силу механической работы то душа на зачерствеет все-таки будет одна механика а механика но в ничему хорошему не приведет понятное вспоминайте его поняли обязательно вспоминает никому об этом только не говорить что вы его вспоминаете это ваш интимный внутренний как баг не для публичного таскать вот освещение потихонечку тихо своими словами а то читает молитва по слову как заведенные разве так можно по шпаргалкам с богом разговаривать вы понимаете что это нехорошо искренность должна быть вас духовной работе вы должны быть абсолютно искренне я не входила в транс шнеуробинда тоже не входил точнее в такой транс когда теряешь связь с физическим телом шнеуробинда всегда подчеркивал это транс признак недостатка индивидуализации сознания если сознание человек не пробудилась он то есть его тело впадает в транс так вот правильная последовательная работа на пути сознательной духовной эволюции постепенное освоение индивидом вибрации восходящих и иных планов сознания протекает без потери связи с физическим телом физическое тело всегда ощущаешь всегда с ним связан никаких выходов из тела нет нет никаких трансов нет никаких потусторонних голосов вот который командовать бы того и давали какие-то указания ты всегда как бы находишься в реальности но эта реальность она в работе то есть идет работа именно в реальном состоянии без каких-либо улетов или взлетах и исчезновение выпадение из реального времени всегда в реальности понимаете да связи связи с физическим телом без потери памяти без потери места пребывания как это бывает при вхождении в транс там человек не помнит он куда-то там улетучился говорит не своим голосом понимаете да нет в транс входит незрелая оккультно ориентированное сознание или сознание которое напичкано разного рода наркотическими веществами тогда возможен выход в транс понятно да там враждебные силы поработают приложат усилия определенные чтобы вас вызволить из тела на астральный план духовно ориентированное сознание обходится без транса и никогда не теряет связи с физическим телом искусство писания книг заключается в умолчании то о чем ты промолчал гораздо важнее того о чем ты сказал ну надо сказать что прежде всего духовно ориентированная книга не должна быть пищей для ума духовно ориентированная книга не должна пробуждать работу ума он-то должен помалкивать и вообще духовная ориентация книги она должна восприниматься вашей истинной сущности это без работы ума то есть это близко душе либо она должна странице этого так и эта книга духовно ориентированная книга она должна пробуждать стремление к практической духовной работе на пути сознательной эволюции вот если книга не пробуждает стремление практической духовной работе выводит вас какие-то там дебри в оккультные миры в какие-то фантазии то эта книга совершенно негодно и понятно она питает ваша эмоциональная сущность она питает вашу она не дает вам возможность освободиться от тирании ума и эмоциональных ощущений понятно и и вот то что мать говорит замечательно что то о чем ты промолчал гораздо важнее того чем ты сказал есть вещи которые нельзя выразить словами за пределами ума есть переживания ощущения которые словами не выражены так вот об этом подведя так бы как бы тебя к пределу ну возможного но нельзя определить то что и определить невозможно вот эта книга она должна тебя подвести вот к той самой грани вот а ты сам уже должен должен либо почувствовать что лежит за пределами сказанного либо пока не почувствовать ты бы еще бы не готова новое сознание или вот те импульсы которые исходят от истинной сущности это познать так что не расстраивайтесь если не все понятно вот в той же агенде матери в тех же цвет моих комментариев к генде не расстраивайтесь понятно вы же пытаетесь умом это понятие умом не надо вот не понимаете и слава богу это замечательно значит вы подошли к тому пределу который в какой-то момент друг прояснит вас или искрой какой-то внутренней объяснит или побудит вас почувствовать вот то о чем раньше вы не помышляли и мне многие говорят что бренд нам прочтение одного и того же текста они вдруг открывают там совершенно невероятные глубины и удивляются как же раньше они этого не замечали наш сознание еще было ну недостаточно расширенными достаточно глубоким то есть по мере расширения углубления сознания при прочтении одних и тех же тех что вы делаете для себя совершенно фантастические открытие вроде бы читали и вдруг это самое как бы не читали понятно что не расстраивайтесь и что-то вам непонятно потому что вы стараетесь понять умом а если это не отживается в сердце пока ну так и оставьте пусть пока не отзывается потом отзовется понятно обязательно отзовется то что работа божественной силы дает возможность сознанию углубиться и расшириться и потом вы тот же самый текст будете воспринимать за пределами так сказать слов то что было по умолчанию туда как бы заложено в это почувствуете по умолчанию то о чем молчит текст понятно странно ну ладно потом когда откроете в себе вот это ощущение что за словами или за пределами слов есть нечто что вы можете ощутить из какой как же я раньше этого не замечал словах этого нет а вот за пределами слов есть в ощущениях вы делаете открытие от победа и почаще обращайтесь соответственно к рекомендованным нами родниковым источникам истины они помогут вам раскрыть духовное око который способна уловить то что скрывается в тексте за буквенным выражением за словами душа это способна почувствовать услышать увидеть мое существо жаждет совершенства но не человеческого ибо это совершенство и эго человеческое совершенство совершенство и эго мне кажется что люди принимают за совершенство расширение раздувание своего эго переграждающие путь божественному совершенству и действительно люди практически все люди ошибочно понимают под совершенствованием накопление всевозможных знаний в том числе и о духовном ну количество прочитанных книг о духовном увы не меняет не трансформирует вашего сознания вы просто раздуваете свое эго в знании того сего 5 10 можете экзамен сдать даже на эту тему но все бестолку бестолка это никакая не духовная реализация поскольку да по сути вы потакаете эгоистическому способу существования это особенно страдают люди с интеллектуальным складом мышления и бездумные накопители знаний даже не подозревают что то к чему они также его стремятся то чем они так безумно увлечены как раз и закрывает им доступ к истине количество прочитанных книг и обилие материал там о духовном а божественном там еще каких-то иск возвышенных таскать вещах закрывают им доступ к истине они думают еще чуть-чуть еще под начитаюсь и все будет в порядке это ошибочное представление от раздувания гостей уроби на называл это интеллектуальным алкоголизмом никакой духовной работе никаком духовном совершенствами речи быть не может таких вариантов вот когда мне многие говорят что мы так же как вы сан васильевич в девяностом году прочитали шри уробинда прочитали того сего 5 10 еще там счет прочитали прошло там уже 25-30 лет еще вы сделали за это время но походили по кругу еще где-то были я то сразу начал молчать сразу же я понял что надо делать все а вы 25-30 лет чего делали еще считали чё-то начитавшись тоже удовлетворение получили пошли еще искать чего-то вы поняли слава богу если вернулись к девяностому году только над замолчать умом и все вот сразу надо было это сделать понятно вот и все очень просто ведь все оказывается это вроде бы да то же самое читали я уже читал все остальное тогда когда духовный ок пробудился много чего перечитал но же я мог отсеять вот ложь от истины я фильтровал прочитаны для того чтобы для вас донести вот кто что можно считать родниковыми источниками от те источники в которых можно в общем то заблудиться вообще погрязнуть вот я для этого ток читал не для совершенствования сознания чтобы сознание совершенствовалось или росло нужно молчание ума я читал уже потом когда духовный око было открыто я уже читал для того чтобы в общем-то ориентировать уже не себя но мет тоже было полезно но тем не менее чтобы вот наверно впрок вот для того чтобы вас уже ориентировать как-то в этом направлении что такое хорошо что такое плохо только для этого но и сейчас приходится многое что читать для понимание философии истории для многого то сказать вот что как бы уже открывает более далекие горизонты в части духовной реализации но это уже чтение которое ну в конечном счете не помогает росту сознания помогает просто разобраться в происходящем и как-то все структурировать вы оставим все на свои места вот и все в разных вопрос вопрос культуры вопросов истории вопрос политики там еще прочих таскать вещах клетки тел начинают дрожать они хотят вибрировать в унисон с истинной это больше чем просто необходимо именно нужда кажется что они клетки заметили вибрацию истины все тело напряглось но не в обычном напряжении а как будто пытается пытаешься подобрать ноту по камертону замечательно она сказала что сами по себе клетки тела они тоже должны пробудиться к духовной реализации то есть физическая структура тоже нужно обратиться господу и вот это подбор но что-то но тупо камертон это попытки настроиться клеток физического тела на божественную волну божественная волна существует вы открыт этому потоку и не только сознание на наш так стать но и физическая структура физические клетки клетки физического тела тоже настраиваются на божественную волну они подбирают как бы вот этой ноты пока метону для того чтобы вибрировать в унисон с истиной то есть они тоже должны все клетки тела родиться как и наша истинная сущность в духе то есть все наши животные структура должна обратиться к божественному то есть из нее должно уйти страх смерти потому что страх генетической смерти в генетической страх смерти заложен ну наших физических клетка вы знаете или нет животные об этом не думает но наша ментальная структура она в ней находит отражение генетически заложенный страх смерти конечность существования животные не думают о конечности существования только мы обладаем ментальным сознанием к счастью об этом думаем для того чтобы победить смерть надо конечность существования почувствовать что вы здесь на земле в общем то они не вечные ясно но в нельзя же умирать то до бесконечности то есть пора уже превзойти вот эту атмосферу гнетущую смертей болезней всяких неприятностей ясно так что если бы не существовало памятование о смерти или страх смерти вы мне когда бы на путь то не встали да а ну когда лечились бы все же не ладно тело бы дряхлела вы бы лечились то все занятия да все есть чем заняться так что сегодня вот уводят молодых людей виртуальные миры компьютерные игры виртуальные миры то есть уводят от самого главного о том что смерть все-таки существует и что ее необходимо победить а когда уходит память о том что мы конечный в своем существовании физическом теле ни о какой духовной эволюции речи быть не может так вот монахи настоящие тоисты и духовные делатели вот и от крестьянки но все время говорил мы завтра о нем будем говорить удивительный человек завтра те кто будут на двугневной встрече так вот так же как эти самые древние праведники велел гроб поставить в келью чтобы не забывать гроб поставить чем долбленный это как бы вип гроб не сбитая долбленный такой хороший чем помнить они ставили в или гроб а мы совсем забыли мы ты чем в эти штучки какой-то там гроб в каком мы бессмертный в компьютере а так-то она же витает все таки а вот об этом надо помнить и победить ее заражают надо но сколько можно а так забыли все какая духовная эволюции вы счастливы и или несчастные в равной степени сколько вы счастливы и в своем витальном настолько вы несчастны в нем же витальным там равновесие поддерживается обычно так что помните о смерти то помните не забывайте работая на пути сознательной эволюции да даже клетки тела тоже стремятся настроиться на божественную волну и в конечном счете освободиться от этого страха конечности свествования даже если у вас все в порядке вот все очистилась ментальное сознание замечает на эмоциональная ровность есть но если клетки тела клетки тела не настроились на божественную волну то что сам по себе фон конечности существования не дает вам спокойно жить вот фон в один момент может все измениться вот вы ощущаете да вот сейчас все хорошо но в один момент вот фон такой существует все может быть плохо есть такое вот чуть-чуть что-то изменится и будет плохо вот чтобы это будет плохо и чуть-чуть изменится уже перестала существовать что было всегда нормально и когда клетки тела уже обращаются полностью божественного тогда уже все в порядке фон исчезает фон неприятностей вроде бы все хорошо но где-то неприятный фон за спиной вы понимаете меня но хотя бы умом потом на собственную шкуре почувствуете кто-то уже почувствовал что это такое и когда это изменится действительно удивительная вещь как так можно было жить вас с таким напряжением от ожидания неприятностей постоянно вроде бы их нет но ты их ждешь где-то не вот тут рядом вот это должна тоже исчезнуть понятно если господь хочет чтобы мы шли до самого конца расскажем что и как было но никаких учений говорит мать замечательная вещь чудо молодец никаких учений оставлять нельзя вот чтобы погубить истину чтобы погубить истинное учение если быть об истинном учении да нужно создать школы или организацию которую эту истину узурпирует свяжет по рукам по ногам живое творческое начало индивидов и будет их строим ввести куда-то чтобы убить истинно создать организацию понятно мы организации не создаем то есть вы в индивидуальном порядке следуйте этим путем никто вас не должен вести никто вас строим никуда не должен гнать индивидуальная творческая работа и только вот чем вы должны заниматься открывшись божественной силе и дать возможность сотворчестве с ней сделать себя в новом качестве вот чем мы должны заниматься тапочек не надо ковриков не надо приносить ничего это как-то кто-то позвонил узнать вот что на занятии это давно было ну к нам навстречу приносить коврики надо тапочки надо ничего не над обычно привыкли там укладывать коврики какие-то вот в том помещении в котором мы занимались в помоги себе сам там много было всяких разных самых занятий и вот я помню лермонтов такой был он из кисловодска по моему до лермонтов но наверно лермонтов он может не по-настоящему может по-настоящему кто его знает там все-таки на дуэли дрался лермонтов может он себе придумала может и нет не знаю так вот он укладывал на на коврике людей в зале большом они лежали и трансмутировали это самые гены как-то у них там генная трансмутация была он им давал задание трансмутировать гена они лежали он ходил в коридоре там и курил легкие сигареты я за легкий он сильных не курил но так за что есть он курил они лежали трансмутировали гены вот вас положить тут чтобы гена трансмутировать а я курить пойдут нет пиво безалкогольное пить с рыбой соленый понимаете так что тапочек не надо ковриков не надо организации не надо никакой метода не надо откройтесь божественной силе не мешайте и работ вот весь метод а уж как у каждого свои трудности как не мешать работать чем вы ей мешает это сами вы догадываетесь ясно то есть вполне то что это разберетесь если достаточно зрелая душа и сознание более-менее ну ясно и до готовые трансформации разберетесь что такое творческая работа у каждого свои трудности коррективы будете вносить не падайте духом не отчаивайтесь вот сохраняйте ровность эмоциональную в основном моментально это же прикладывается покой все вот вся работа и в духовной истории человечеству и мы таких примеров когда истинное учение в организации какой-то сразу же сразу же теряет свою силу то есть как только группа людей пытается приватизировать божественное или истину приватизировать истина точно испаряется путь к богу сугубо индивидуальный понятно сугубо индивидуальны а потому те кто сознательно одолел этот путь пусть просто расскажут расскажешь как это было как стали на путь расскажет о знаковых переживаниях о многом другом что встретилась в практической работе трудности как их преодолеть вот это мы пытаемся делать все все еще нужно понятно расскажу ты предложишь как это осуществить а в остальном уже дело конкретных людей принять это предложение или отвергнуть это ваше дело никакой заботы вот если рассказал ты никакой забота о том будете вы это делать или не будете это ваше дело это ваше личное дело а заботиться о том чтобы спасти как можно большее число людей помочь людям не дай бог вы же сами вы под делаете правильно нравится жить как жили живите не нравится вот вам предложение работайте и все никаких учения никаких школ сейчас это настоятельное требование времени хватит уже организованные духовные школы и структуры они уже мы уже это проходили мир это проходило к чему это привело к полному краху даже того рационального и истинного что в основе этих учений было как только создает школу все конец и на сегодня есть есть путь сознательной духовной эволюции это совокупный результат всех многовековых духовных исканий человечества реализация этого пути не требует никаких организационных начал никаких иерархий никаких учителей никаких богов никаких боги и все что происходит с человеком на этом пути те изменения последовательные то что касается духовной трансформации вы можете проверить на своем собственном творческом опыте тем самым убедиться в правильности или в истинности предлагаемого вам варианта работ сами можете убедиться вот и все это очень важно чтобы вы убедились сами что с вами происходит это о чем говорилось о чем написано понятно но это главное на чтобы на своем собственном опыте в этом убедились и некоторые вот варианты духовной реализации и духовного становления мы привели в нашей книге о самом главном у меня еще есть много всяких писем на эту тему но раздувать до бесконечности варианты в духовных реализации истории предваряющие становление на путь но это бессмысленно есть типичные истории мы их привели в одной книге расширять уже этого не имеет смысла понятно много у меня таких историй дополнительно к тем что есть но нет смысла их публиковать уж хватит это вы зачитаете с историями уйдете в какие-то исторические дебри это будет с кем-то восхищаться на какую тему ужасаться да а то это будет билетристика не более того вот конкретные варианты разные варианты духовного становления типичные мы привели хватит на это не все их много и вот ваш личный опыт если у вас есть что написать о себе напишите я прочитаю может что-то извлеку полезное для того чтобы но публично сказать или какой-то отрывочек озвучить но не в книге публиковать я могу просто озвучить вашу историю понятно с вашего разрешения естественно при при движении до при продвижении по пути неизбежно будут какие-то ошибки временное заблуждение какие-то затруднения но в конечном счете искомый результат будет если трудности встречает что вот те трудности типичные которые встречаются в работе на пути они известны пути преодоления их тоже известны так что читайте книгу о самом главном там все есть читайте агенду матери с моими комментариями там все есть все есть читайте по кругу закончили снова читайте но если нечего читать больше или еще не надо не буду вас провоцировать просто надо быть этим вибрации этого этого с большой буквы как все в конце концов то просто оказывается просто стать божественной вибрации просто настроиться на божественную волну и жить на этой волне не с нее не уходить тобой жить вертикальном времени не в прошлом не в будущем не в линейном времени а сознание твое будет функционировать здесь и сейчас в текущем моменте времени это вообще чудо и соответственно если вы на божественной волну настроились живете вертикальном времени то благодать или то что можно назвать радостью просто существование будет постоянно у вас без использования какого-то метода метод не нужен вы настроены на божественную волну с нее уже не уходите какой тот метод нет методов все настройка произошла ни от каких учений нет использования какого-либо метода это состояние совершенно не зависит не зависит совершенно это стойкий результат вашей правильной духовной реализации конечном счете все финиш не ты любишь не тебя любишь а ты есть сама любовь вибрация радости жизни реверации любви ты в не абсолютно самодостаточно в том смысле что в общем то ты понимаешь что радость просто существование который ты никогда не знал жизни впервые с этим столкнулся при финальной реализации что это то что ты всю жизнь искал а ты пытался найти вот это в любви там противоположному полу к деньгам там еще к чему-то но все это тщетно было в себе самом должна открыться от любовь понятное но все поиски вовне вот дайте мне вовне что меня удовлетворит вас вовне ничего удовлетворить не может никогда пока внутри вы не откроете то место которое тайное место да вот эту сокровищницу который изначально в нас присутствует имеет место быть а мы не забыли совершенно вот ее надо открыть вот то же самое жемчужину и диву даешься как наш ум все запутал все извратил и исказил такую простую вещь где и что надо искать все запутал у теперь надеюсь с этим все покончено да поможет вас что искать извращать это дело не будет путь господа абсолютно ясен остается только твердо ему следовать больше ничего ясно чего делать как делать тайна никаких нет к счастью супраментальная жизнь не проходит через разум он становится неподвижным промежуточным звеном малейшее его движение достаточно чтобы нарушить ее супраментальную жить нарушить так вот супра ментальная жизнь и супра ментальное создание они абсолютно чужды разуму они никак с разумом не связаны ты или то или другое ты либо в уме либо в супра ментальном сознание вот такого не бывает чтобы это и это вот ну это нельзя совместить и вот иногда ну условия мужа здесь не не подходит наверное но вдруг как-то мне на ранних этапах реализации когда уже на супра ментальная во мне укрепилась а ум иногда в переходном состоянии давала себе знать а потом исчез совсем и вот я думаю вдруг он вернется вот тогда конец я уже не понимаю как было с ним плохо но понимаю что было просто плохо я не могу себе представить как это было плохо но если он вернется будет очень плохо вот то что их могу констатировать но он не возвращается к счастью слава богу уже десятилетиями не возвращается это вообще счастье замолчала и хватит как ржавый компьютер он насчет дак его отнесли ну может пока существует значит ржавый компьютер еще в нас ну клетки мозга же они ум самые включают они продуцируют мысли до новое сознание но на уровне вибрация но не существует уже на интересном уровне она не зависит от телесных структур совершенно ум в конечном счете должен просто остановиться перестать существовать как некая структура который логику выдает какой-то определен принимает решение имеет варианты но нет этого нет никаких вариантов нет никакой логики к счастью все происходит спонтанно все действия речь принятие решения абсолютно без участия ума любое самое малейшее вмешательство ума точишь перекрывает канал связи с супер ментальным миром вот в переходном периоде когда ум пытался вмешиваться сразу таскать возникали ошибки такие определенные как принимать решение был переходные процессы потом все процесс обретения тотального безмолвия он растянутого времени постепенно постепенно он все более более длительное время молчит а потом вообще перестает функционировать и с обретением полной энергетической прозрачности он уже замолкает навсегда когда это новая структура выходит вовне растекается в беспредельностью уму тоже делать там нечего все он уже не используется в качестве инструмента он просто молчит за ненадобностью мышление спонтанное мышление мышление озарениями без обработки без оценки поступающей информации это уже не ум это мышление озарениями который выдает конечный результат ясно сразу конечный результат как руководство к действию необходимое состояние при котором супраментальная способна проявиться заключается в совершенной ровности сознания происходящее от духовного отождествления с всевышним ровность достигается автоматически я не нужно добиваться сознательным усилием воли интеллектуальным напряжением предварительным осознанием процесса ничего подобного вот о чем она здесь говорит она говорит от замечательные вещи со временем использование метода ну изначально вы используете или молитвенный метод или медитативный метод медитативной в том смысле что активная медитация заставляете молчать ум мне не фиксируете мысли не не включаетесь в эту ментальную болтовню вы используете изначально метода но когда поток нисходящий открыт то метод или доля метода постепенно сходит на нет то есть вы уже не зависите от метода и идет настройку на божественную волну автоматически по сути вы только должны ловить через посредство практики бдительность когда вы из эмоционального покоя выходите но когда вас немножко заносит это все что мы должны делать понятно да поток открыт сила работает вот и она сама эта сила начинает наводить спонтанно порядок в уме она буквально размывает на входе ненужные то есть не санкционированные мысли и укрепляет тем самым в нас единство с божественным настраивает уже наш как бы автоматически на божественная волна уже никакого мет не существует вот сама по себе божественная сила она выполняет эту работу как бы тотального владения нашим сознанием на всех его уровнях но вы должны посредством метода и и открыть да она должна вас укрепиться она должна выполнять свою работу без помех без вмешательства нашего ума без оценки результаты тогда все в общем-то в обыденной жизни в социальной жизни протекает абсолютно безболезненно и эффективно даже не бегайте никуда в монастырь не прячетесь нет как вот я бы сейчас монастырь пошел там вообще комфорт санаторий бы вот сейчас никуда не ездить ничего не говорить вот какое счастье вот я сейчас представляю вот иногда читаешь как они там жили вообще ну да счастья в начале нельзя туда вот в конце вот когда все уже есть вот туда как санаторий вот пожалуйста когда все сделано уже ясно потому что там вы ничего не сделаете а я все сделан то туда ясно туда хотите но когда все сделаете тогда вас примут с полная свобода от метода это вообще великая вещь никаких вспомогательных средств ни одна духовная практика в мире ни одна религия не высказывала такой крамольной мысли ясно обязательно методы обязательно практики пожизненно не все гораздо проще поверьте все гораздо проще оказывается на деле представляете какая махина рушится у вас голове вам бы все медитировать но уже невозможно же до бесконечности до надоест молиться тоже с ума сойдете какие-то практики использовать тоже надоест да сколько можно а вот вообще просто жить в новом качестве испытывать радость жизни просто вот из ничего в конечном счете никто вам не скажет что такое возможно никто молитесь поститесь медитируйте уходите и учитесь читаете ну сколько можно вы столько рутина себя сбрасываете в конечном счете просто живете когда жить то еще вот пойду на пенсию поживу как некоторые говорят да ну пошел на пенсию живется что ли хорошо полная свобода от метода и вот то что в христианстве называют сердечной молитвой есть такое понятие сердечной молитвы есть просто молитвенное состояние молчащий ум молитвенную молитвенное состояние то есть ты ощущаешь постоянно божественное присутствие вот благодать или радости в сердце то есть сердечные молитвы от не знаю что молитву вашу какой-нибудь отче наш или еще какую-то надо в сердце отправлять сердечная молитва это нечто что воспроизводится никак ощущение постоянного присутствия господа в тебе все вот это есть сердечная молитва есть молитва словесно есть молитва умная то есть слова повторять в уме а есть сердечная молитва как финальный результат вот христианстве по сердечной молитвой поднимается ощущение постоянного присутствия господа то есть постоянное воспроизводство ощущения ну грубо говоря присутствие божественного в тебе все постоянно уже день-ночь там годами десятилетиями это никуда же деться не может вот это есть сердечная молитва и когда-то только еще став на путь сознательной духовной эволюции я написал поэтические строки от на последнее что я написал да что касается поэзии в которых абсолютный покой ментальной и витальной сфере виделся как непременно условие полного единения с божественно вот покой абсолютной витальной и ментальной сфере вот эти строки где речь идет о необходимости снять ментальные очки я прочитаю снять очки и молчать не нарушив желанием хрупкости той по-детски живой бесконечно волшебной мечты стать дыханием одним в этом мире возвышенной глупости стать дыханием одним в этом мире пустой суеты стать дыханием одним в новом мире где радости истины стать дыханием одним в новом мире исчерпанных драм стать дыханием одним растворившись божественной истине и неслышно войти в неразгаданные вечности храм это последнее что я написал дыханием одним с господом не даванием одним с любимой в кроватке поняли или нет вот это вот было ощущение вот это и нужно это первый год вот я встал на пути понял молчанию могу открывается вот это и нужно резонировать с божественным все мы все это на любовь переводим на человеческие отношения а это вот внутри то по-другому все даже если ты или поэты великие поэты которые писали что-то там примешивая женщину ну как бы вот подразумевая они внутренние ощущения это выдавали за истину ощущение недостатков божественного чего не искали блок например путался 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 писал только об этом а незнакомки вот незнакомка она как образ как фетиш какой-то оттуда голос то шел а у нее все путалось было аберрация знаете вот это главное когда поэт пишет о любви он не о птичках пишет я говорю по-настоящим по эти не о птичках то мне а девушки а вот том чего в тебе сокрытый ты не можешь до того до него добраться это смутно ты понимаешь она есть она должна быть я не говорю что не нужна любовь физическая или там эту не об этом главное тут докопаться вот до истин в самом себе понятное тоже от этого ты уйти никуда не сможешь если достаточно зрелая душа у тебя это тебя потом или погубит или ты будешь победить и обязательно ничто тебя не удовлетворит если не займешься делом ничто из человеческого как тяжело и не развита человеческая жизнь ответ девшая скрюченная лишенная света тепла что уж говорить о радости хотя иногда когда мы смотрим как течет вода как светит солнце сквозь деревья клеточки тела поют от радости ну наверное на лишь оставаясь наедине с природой если она еще в конец с человеком не из поганина если есть еще место где можно что-то глазом окинуть и что будет радовать твое сердце можно там испытать чувство истинной радости действительно чувство внутренней гармонии когда каждая клеточка тела поет не только душа но и тело поет но это бывает очень редко очень и очень редко вот это ощущение радости бытия радости без причины вот просто радости а так обыденная человеческая жизнь настолько серые безрадостные хотел чтобы почувствовали обычной человеческой жизнь настолько серые безрадостные что за радость принимается отсутствие страдания если вы какой период у вас страдать отсутствует в это за радость принимает то что в основном страдания с ним какие-то страхи в основном какие-то заморочки заметили вдруг вы не страдаете его радость вы не страдаете ну какое-то время чуть-чуть вот это за радость принимается нет страданий уже радость парадокс какой-то те же кто испытал подлинную радость радость просто бытия божественного когда нет ни страхов ни сомнений не страдай они знают знают что та самая радость которую они испытали она всегда и везде с тобой она всегда и везде в твоей душе она всегда везде в твоем существе включая физическое тело ты и носишь собой это место откуда она исходит на вас с собой ты ее носишь ясно нигде это в дальних странствиях паломничество в церкви там еще где-то в театре на балете или там не знаю в опере собой в эту радость носите только надо открыть надо туда добраться и она с вами будет все и никуда вам ходить не на дне в театр не в кино не в церковь понятно них к психотерапевту стоматологу можно чаще обращайте внимание детей на все происходящее в живой природе учить их безмолву наблюдению за тем что ползет что там вырастает что там копошиться это поможет им прочувствовать истинную радость бытия в дальнейшем от может забыться но потом может пробудиться то что в детстве заложено в память она способна ли в душе в память о душе способны пробудиться вот показывайте это детям там упустить эту возможность они так и будут тыкать в этот компьютер и все они погибли но не может не совсем погибли может будут ходить по кругу но если в детстве вы им это заложите когда-нибудь пробудится понимаете пока душа не очерствела пока его не возобладала пока в этой самой в социум они еще не вошли в полной мере вот надо дать им возможность почувствовать эту радость живой жизни а сейчас уже с трех лет фигурное катание английский американский канадский язык и все и пошло-поехал еще китайский я в детей до пяти лет просто водил по природе показывала все вот основная бы школа читать бы они научились а то вот он не в три года читает ну и что чем читать что не научиться боже мой там в три год считает и чет по-английски говорит зачем это ему то душе то зачем эта ерунда это маме нужно родителям нужно понимаете вот вот настолько у нас коса бочина и сознание мы живем действительно в зеркальном мире в мире который не существует на самом деле а как же not все вот ну там ну как все ну как все давайте как все прививайте прививайте дети любой все-таки живому к цветущему природе чтобы они запомнили хотя бы вот с родителями вот эти походы вот чуть-чуть меня этим не баловали родители я сам познавал этот самый мир природы я был самодостаточного этого сегодня у детей столько всяких отвлечений от мира природы то родители должны обращать внимание на это или бабушки или дедушки понимаете чтобы они не восторгались этим а просто наблюдали от наблюдений учить тогда не в реальном времени и тогда мне радость жизни благодать это состояние запоминается она запоминается душою и при случае пробудиться может с возрастом люди всегда считали себя жертвами против которых ополчились все враждебные силы те кто посмелее борются остальные ноют и жалуются но я все яснее вижу роль который играет враждебные силе в деле творения я бы сказал их абсолютную необходимость для прогресса для того чтобы творение все-таки обратилась к своему истоку так вот возьмите любого обычного человека и вы увидите что он постоянно принимает статус мученика статус жертвы со всех сторон атакуемым всевозможными недобрыми силами ну со всех сторон буквально по всем вопросам все не так все не эдак ну все плохо оптимисты такие безбашенные редко встречаются да есть тоже безбашенные оптимисты но это как выбросы в основном ноющие все страдающие все плохо и в этом плохо и в том мы с детьми плохо и с деньгами плохо из материально плохо его с головой плохо со здоровьем тут плохо все вот найдите человек этого скала у меня все хорошо ну в сумасшедшем доме может быть на таблетках ну а так вот все плохо но если вы страдаете страдание от сигнал сос это сигнал для души ищите средства что все это перестало существовать есть радикальные средства ампутации ума понимаете в уме рождается все эти страшилки все это грязь и нечисть она через ум внедряется в нас мы даем или позволяем ей в нас внедриться через мысли которые внушаются понимаете она помойка то откуда она происходит произрастает в уме горят от ума на самом деле кто-то борется с этим с тем что то искать не нравится что стату жертву тут принимает а в основном люди ноют не искать против них ополчился весь мир вообще все 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 вообще найдите кто им благоволит не найдете но если своя собака там или своя кошка ну своя то кончужение ясно вот и все и чтобы убедиться в этом достаточно поглядеться на себя в зеркало в зеркало души так вот нибудь враждебных сил но если бы они не атаковали нас и не творили свои как бы подло и дела хотя на самом деле это полезно да то мы бы успокоились своей эгоистической малость окончательно уснули и божественной эволюции было бы невозможно все мы совершенны абсолютно понятно не дают нам покоя враждебная сила нужна напряженность в эволюционном поле нужно отчаяться в конце концов в отчаянии будет шагом таскать решительную к поиску ясно чего-то выхода из этой ситуации не для всех конечно но для тех кто достаточно созрел для того чтобы принести духовный плод понятно не для все остальные но и жалуются а тот кто действительно имеет зрелую душу тот все-таки в конце концов задастся вопросом может есть и другая жизнь это посмотрит поищет получив правильное духовное просвещение попробовать что-то делать я говорю о правильном духовном просвещении вообще ясно глядишь зацепиться почувствовать что ну не врут на практике почувствует и тогда тогда победа маленькая но победа вот так что враждебная сила просто необходимы для эволюционного роста человеческой души если они вас атакуют значит у вас не все так здорово значит есть еще поле для духовной работы понятно если вы стали на путь сознательной эволюции они вас атакуют значит есть у вас мишени по которым они стреляют и бьют по нашим непотребствам там бьют по ревности по лицемерию по жадности там еще каким-то вопросам вот так они нас это самые вычисляют наши слабые места понятно мы должны понимать да я трус я ревнивец я жадный я там такой я секой надо это признавать если вы это почувствовали в какой-то социальной ситуации ну социальных контактов так там мысли сами по себе а вот ситуация то она вот конкретная раз а вы вдруг вот себя проявили ну как не так да как надо вам себя проявить теоретически значит вы еще понимаете в ней правильно понимать что вашу есть это грех ясно не надо отчаиваться на эту тему просто признать дает вам не есть с божьей помощью уйдет понятно божьей помощью вспоминайте почаще я вот сейчас делаю акцент на то что вы вспоминали его не на кончик носа от его вспоминали а мне некоторые говорит вот если мне плоховато я на кончик носа ну хватит кончик носа уже в самом начале был самом начале был как снотворное средство хорошие как гипотензивные средства это повышенного давления от кризов гипертонических теперь уже надо все-таки обращаться адрес то господу божественном присутствии в нас хорошо вот вместо кончика носа договорились если вы будете от почаще делать то все будет в порядке хватит на сегодня